Дорогие коллеги, добрый день. Татьяна Юрьевна и организаторы, я благодарю за возможность выступить с таким докладом. И хочу также анонсировать, что мне помогала в подготовке этого доклада наша сотрудница Артемьева Екатерина Сергеевна. О ценности второго мнения в хирургической практике сказано очень много. И первоначальные исследования, которые решительно поддерживали ценность таких программ, в последнее время стали неактуальны. Многие авторы начали сомневаться, потому что после второго мнения, которое может быть не всегда или всегда считается априори правильным, есть еще третье мнение, если у нас расхождение. Поэтому я привожу данные ассоциации заведующих патоморфологических лабораторий американских. Тут я перевела. Ассоциация директоров анатомических и хирургических патологических отделений. Вот. Было опрошено, по-моему, порядка 300 центров. И вот смотрите на слайде, на порядка 50% не требуют пересмотра в своем учреждении. В тех же учреждениях, где есть пересмотр, была очень такая большая разнородность, гетерогенность. Неакадемические центры. Примерно в 13% просили пересматривать входящий материал морфологически. Муниципальные больницы вообще как бы не просили. И в основном просили пересматривать академические центры. Ситуации показаний к проведению внутреннего пересмотра гистологического материала также очень разные. Иногда требуется пересмотр всех входящих материалов. Это одни центры требуют. За исключением случаев, когда такой пересмотр приведет к задержке, ставящей под угрозу лечения пациентов. В других центрах исключены из пересмотра плоскоклеточные и базальные карциномы кожи и экстренные клинические консультации. В третьих случаях необходим пересмотр только новообразований. В четвертых, пересмотр необходим только перед лучевой терапией, но не перед операцией. Но в целом эта ассоциация говорит о том, что академические центры чаще поощряют требования рассмотрения внешних препаратов, чем больницы. И причинами такого подхода являются многофакторные. Некоторые группы патологоанатомов опасались политического влияния такого подхода. Внимание, это американская ассоциация директоров. В то время как другие были мотивированы соображениями стоимости, кадровыми вопросами или убеждением, что они не смогут значительно повысить точность диагностики при пересмотре сторонних материалов. Большинство академических центров, 76%, требует пересмотра внешних материалов, что может отражать большую свободу от давления со стороны клинических коллег. Кроме того, это отражает большую уверенность в диагностических способностях академических учреждений. Таким образом, второе мнение – это распространенная практика для больниц. И ассоциация рекомендует проводить повторный пересмотр патологоанатомических заключений и морфологических препаратов в случаях, когда пациент переводится или обращается за клиническим заключением или наблюдением или лечением из другого учреждения. То есть не из праздного любопытства. Вот я хочу, а что скажут другие, а потом что скажут третьи. Потому что в нашей практике нередко ситуация, когда на руках у человека 4, 5, 6 заключений, и дай Бог, чтобы два из них совпали. Поэтому есть определенные показания к назначению второго мнения в нашей диагностике. И что же делать? Какие есть классификации расхождений? Каждый случай пересмотра, то есть если человек попадает на пересмотр по любым показаниям, он должен быть классифицирован в одной из трех категорий. Нет диагностических разногласий. Незначительные диагностические разногласия – это несмотря на изменения диагноза, выявленные разногласия не оказывают или оказывают минимальное влияние на лечение или прогноз. И вот на диаграмме практически 80-90% без разногласий, незначительные разногласия – 9%. Но есть еще такая градация – это серьезные диагностические разногласия, когда изменения в гистологическом диагнозе определяют значительные изменения в течении или прогнозе по мнению патологоанатома, осуществившего второе мнение. И это очень важная история, да, и, в общем, то, что мы должны делать, то, что все боятся – это вот этих самых 2% серьезных диагностических разногласий. Я сделала небольшой обзор литературы, ну, примерно с 95-го года есть данные, вот, до 2021-го посмотрела. Ну, можно посмотреть год публикации, ведущие американские или международные журналы. Вот. Значит, 15-й год. Я специально выделила это красным цветом. В 2015-й год в журнале «Брест» или «Зе Брест» люди выявили 20% незначимых диагностических разногласий и 8% практически значимых диагностических разногласий по молочной железе. Значит, в 2016-м году 8% мягкие ткани – значимые диагностические разногласия. Посмотрите, немножко раньше, в 1998-м году, 23% по гинекологической патологии – значимые диагностические разногласия. Последние свежие публикации – дерматопатология – почти 10% незначимых и почти 10% значимых диагностических разногласий. Что это значит? Это значит, что второе мнение как инструмент повышения качества обслуживания или качества диагностики, он очень важный. Я сейчас бы рассмотрела вот эту статью, которую я выделила желтым цветом. Она свежая, 2021 года. Ну, поближе, выходные данные. Значит, люди проанализировали почти 4000 заключений и выявили процент значимых и незначимых диагностических разногласий по разным органам и локализациям. В итоге получилось, что самый значимый процент разногласий – это какие локализации? Это мягкие ткани, это эндокринные органы – почти 9%, генетоуринарная патология, гинекология – 6%. Ну, как бы проценты процентами, но посмотрите, обратите внимание на маленький, на последний столбик. Вот это вот люди, да, это живые люди. Мягкие ткани, 8 человек поменяли диагноз значимо, да. И эти люди попросили после расхождения первого и второго мнения, они пошли на третье мнение. И дальше пошло вот это вот сопоставление первого, второго, третьего и четвёртого мнений. Понимаете, это такая очень значимая аналитическая работа. И дальше вот авторы этой статьи говорят, что да, в небольшом проценте первое мнение всё-таки было более правильным, чем второе. А в небольшом проценте третье мнение, которое было, исключало и первое, и второе консультацию. Поэтому, когда мы встаём на путь этих самых вторых и третьих мнений, это крайне важно анализировать. Что у нас в нашем центре? Значит, с 22-го года, с 21-го года, два года у нас работает референсный центр, про который Евгений Нович очень много рассказывал. И вот у нас такое распределение. По локализациям сколько всего было, да, в референсном центре 3,5 тысячи пациентов было в 22-м году. И большая часть, 30%, в патологии было представлено патологией молочной железы. Что касается консультаций, это то, что приходит в институт не по референсному центру, а то, что классическое второе мнение. Человек приходит в институт лечиться, и ему нужен внутренний пересмотр. То есть в неонкологии, по-моему, всегда, да, не было ситуации, когда у нас попадает человек с улицы без внутреннего пересмотра. Вот. И тоже подавляющее большинство вот таких вот внешних консультаций, это представлено спектр молочной железы и сосок. Ну, здесь более подробно можно ещё посмотреть. Всего, значит, здесь было, извините, всего здесь 72 тысячи консультаций, 72,5 тысячи консультаций с 2018 по 2022 год, то есть за 5 лет. В среднем в год 16 тысяч внешних консультаций. Иммуногистохимические исследования, 2021 год, 2022 год, также лидер, это у нас молочная железа. И по консультациям то же самое. Молочная железа является лидирующей внешней консультацией в нашем институте. Но если в целом рассказать, более 700 тысяч иммуногистохимических исследований за 5 лет, да, конкретно в 2022 году, почти 150 тысяч иммуногистохимических исследований. Из них вот 27% приходилось только на молочную железу. Ну, поскольку вот такой вот у нас внимание большой патологии молочной железы, я сделала вот такой вот маленький слайдик по количеству пациентов, да. Когда у нас операции внутренние, это синенький столбик, сопряжены с консультациями, то есть внешняя консультация и операция. Когда у нас это было, ну как бы эти количества должны примерно соответствовать друг другу. Ну, и за последние два года добавляется референсный центр, когда приходили к нам не за консультацией, а за доп. исследованиями. Вот. Поскольку вот такой вот у нас в нашем центре акцент на молочную железу, я решила всё-таки внимательно посмотреть, что происходит в мире. И публикация вот свежая, февраль 23-го года, это Эгги Броги, она эксперт ВОЗ, автор ВОЗовской классификации по молочной железе. И, в общем-то, она, представляя свой центр, где она работает, это ведущий американский центр, Memorial Sloan Katering Cancer Center, рассказывает, что у них примерно 14 тысяч случаев, ну, если брать у нас, примерно 10 тысяч случаев. Около 8 тысяч локальных, выполненных в Memorial, остальное порядка 6 тысяч, внешние консультации. Скажем так, порядок хирургической и диагностической деятельности НИИ, Петрова и Memorial примерно одинаковый. Значит, у них Breast Pathology Team, то есть это патологи, которые специализируются на диагностике патологии молочной железы, 9 патологоанатомов. И, в общем, также я нашла публикацию, которая сравнивала это первое-второе мнение четвёртого года. Лаура Коллинз и Стюарт Шнитт — это ещё одни соавторы ВОЗовской классификации, это ведущие центры, да, которые, в общем, занимаются патологией молочной железы. И что происходит? У них тоже есть расхождение, первое и второе мнение. И у нас первая строка — это Memorial, 23-й год. Посмотрите, доля незначимых расхождений 8-14, доля значимых расхождений 2,5%. Если перевести на людей, это 403 женщины, которые имели показания к хирургическому виду или не имели, и им после консультации в Memorial либо подтвердили, либо вообще отменили. Ну, здесь шла больше речь о том, что им отменили эксцизию. Лаура Коллинз в 3-м году, у неё 1,19% значимых расхождений. Посмотрите, насколько за 20 лет произошла динамика и изменение доли значимых и незначимых расхождений за эти 20 лет. Причём это ведущие мировые центры. По поводу иммуногистохимии. Очень небольшой обзор. Сейчас количество публикаций по экспоненте нарастает. Второе мнение — внешний контроль качества. Я обращу внимание на старую публикацию. Это Моген-Виберг, 2015 год. Они анализировали свою деятельность в Нордике, где они рассказывают о том, что false negative, видите, FN, ложно-негативные результаты по ХЕР-2 тестированию в Скандинавии, во всех странах, Норвегия, Швеция, Дания и Финляндия. Было 11%, когда они пользовались IVD-инструментами, и до 25% для лабораторных, которые внутри лаборатории были разработаны тесты. Понимаете? И дальше он говорит, если мы будем делать статистику по поводу распространённости заболеваемости и всего остального, назначения таргетной терапии, он приходит к выводу, каждый один доллар, сохранённый или сэкономленный лабораториями при использовании более дешёвых реагентов, потенциально приводит к дополнительным 6 долларам затрат для системы здравоохранения. И дальше пошло умножение. Нам какие-то колоссальные цифры о Виберга приведены. Это по поводу второго мнения, важности внешних контролей и участия в этом во всём. Ну и в качестве заключения скажу то, что рассказала Эгги Броди. За последние два десятилетия произошли кардинальные изменения в подходах к планированию лечения пациентов с доброкачественными и злокачественными образованиями молочной железы. В то время как в прошлом эксцизия выполнялась в плановом порядке, то в настоящее время деэскалация хирургического этапа принята для пациентов с радиологически-патологически-согласованным диагнозом по три панобиопсии, таких образований, как классическая дольковая карцинома инситу и папиллома без этипии, учитывая низкие показатели обнаружения другой патологии при эксцизии. Это как бы один момент, деэскалация. В отличие от этого, неодевантная химиотерапия обычно назначается перед окончательным хирургическим лечением пациентов с диагнозом трижды негативного рака, высокой степени злокачественности или хиргопозитивного по три панобиопсии. В этом контексте диагностическая точность и воспроизводимость диагноза в патологии молочной железы именно по три панобиопсии стала ещё более важной, поскольку возможность проверить характеристики многих доброкачественных или злокачественных наобразований при изучении результатов последующей эксцизии больше нет. И что она заключает? Вот она человек, авторитет, и говорит она следующую фразу, поскольку диагноз определяет лечение, наш морфологический диагноз определяет лечение, необходимость или отсутствие необходимости хирургического лечения, по моему мнению, абсолютно важно быть уверенным в правильности диагноза рака молочной железы по биопсии. Второе мнение обеспечивает такую уверенность. Если бы я была пациенткой, я бы предпочла запросить второе мнение. Это мнение эксперта ВОЗ. Благодарю за внимание.